Качество услуг ЖКХ обсудили в рамках народной программы «Подмосковье. Территория перемен». Заседание «Круглого стола» с руководителями управляющих компаний прошло в администрации округа. Подробнее в следующем сюжете. Перемены – то, что волнует людей. Тема «Круглого стола» с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций округа. У нас сегодня управляющие компании, которые работают в городском округе Люберцы, работают, прежде всего, во благо жителя. И, что самое интересное, работают на денежные средства жителя, не более, не менее. Поэтому ваша задача сегодня – качественно выполнять данный вид услуг. Теперь задача более сложная – поставить качественную воду. И мы все понимаем, что все мы к этому стремимся. Сбор наказов жителей стал главной целью. Все просьбы жителей будут учтены. Область ЖКХ и благоустройства в Московской областной думе курирует депутат Игорь Каханый. Можно констатировать факт, что все наказы, которые были в программных заявлениях в 2016 году, практически все, программа была выполнена на 100%, а по ряду моментов в разы перевыполнены. Друзья, помогите, потому что все, что вы соберете, вот моя задача, чтобы это вошло в ту народную программу, которая называется «Подмосковье. Территория перемен». Очистка прудов и озер – одна из основных тем обращений граждан. В текущем году в рамках программы губернатора в Люберцах начали очистку нескольких водоемов. Вы знаете, что у нас сегодня ведется саночистка нашего пруда в Томилино на улице Серафимович, и на следующий год запланирована очистка еще трех прудов. Также вы, наверное, знаете, что у нас в этом году запланирована третья очередь реконструкции Малаховского озера, которая будет выполнена до конца текущего года. Продолжается голосование за выбор дворов для благоустройства. Они будут включены в план на 2022 год. Свой голос можно отдать до 11 августа на сайте Добродел. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.